Вот сегодня первый раз я открыла эту грядку, я до этого же только заглядывала и перед тем как решить, что же сделать с каждым отдельным томатом, нужно конечно их посмотреть Это я не только вот как про себя рассказываю, это вот совет другим тоже у кого подмерзли потому что некоторые радикально решают, сразу раз выдергивают но если у вас нечем заменить, если у вас нет дополнительной никакой рассады то нужно конечно осмотреть, потому что большинство даже сильно замороженных растений оно может вам дать такой же урожай, только чуть позже Вот смотрите, я сейчас иду и смотрю, вот это растение, оно сильно, можно сказать сильно замороженное и некоторые могут подумать, что оно все, ну как листья замерзли, это замерзло но если мы посмотрим, вот видите в пазухе, то уже, хотя всего несколько дней прошло после замерзания его то уже оно дает пасынок, так же как и вот этот вот соседний Что в таких случаях делать? Я в таких случаях не делаю первое время ничего, а жду Я сейчас буду ждать, потому что какая-то часть листа, конечно, она большинство отпадет но сейчас для того, чтобы рос вот этот вот пасынок и чтобы хоть немного какое-то питание листья эти давали конечно тут страшно на них смотреть но все равно есть, смотрите, какие-то есть зеленые пластины в которых и фотосинтез, вот даже маленький фрагмент вот этот он может очень помочь растению именно пасынку для того, чтобы вырасти первое время не надо их обчекрыживать, обрубать пусть они даже такие, вот какие уродливые, страшные но пусть они пока останутся на растениях чтобы помочь растению выкормить вот этих своих пасынков ведь нужно где-то ну вот, например, смотрите, вот здесь вообще вот это прекрасные листья пусть они висят, пусть они работают пусть они переваривают вот эти питательные вещества и тогда вот эти пасынки, они вырастут быстрее конечно, есть и безнадежные варианты сейчас идем дальше я могла бы всю эту рассаду заменить правильно мне там говорят, что есть же у вас живая посадите, выдерните я не буду этого делать сейчас скажу почему конечно, та, которая безнадежно замерзла я заменю, у меня есть чем заменить но вот эта рассада, которая пусть замерзла вот эта верхушка пусть там листья у нее замерзли но у нее вот эти пасынки, видите, идут вот эта рассада, которая раннего посева и которая по возрасту старая, взрослая она даст урожай мне раньше, чем та молодая, на которую я заменю вот это вот другой уже сорт пошел конечно, вот такие растения так, вот, если растения выглядят вот так и если есть чем заменить то нет смысла ждать, когда она отрастет потому что растение, которое совсем без листьев отрастать ему сложнее если, ой, а тут замерзла даже с цветочком но этот, конечно, уже не будет помидоркой но даже у таких вот у меня есть чем заменить конечно, я вот эту вот эти ужастики я выдерну и заменю но если у вас не о чем их заменить даже у таких абсолютно замерзших растений смотрите, какая жажда жизни все равно лезет пасынок и даже у этого все равно лезет пасынок и хотя вот этих совсем нет листьев один какой-то несчастный лист вот этот он старается все равно выкормить вот этот пасынок поэтому, еще раз напомню лучше листья пока не обрезать ничего не удалять среди безнадежно замерзших смотрите, какой толстый буйствует демидов почему-то очень хорошо сохранился ну и все тут больше рассказывать даже нечего потому что как вы поняли, самая главная мысль это что пока ничего не удаляйте пока ничего не обрезайте вот эти даже листья, которые сохранились чуть-чуть-чуть вот вообще хорошие вот эти листики все они обрастут странно, вот здесь лоток я припрятывала который в будущем хотела высадить он почти целый зато за ним вот те посевы, которые я высадила в последнюю очередь они, вероятно, не укоренились и еще и молодые они замерзли очень-очень их я однозначно буду убирать все вся вот эта партия несчастных наших погорельцев теперь у меня разделится на три части какую-то я уберу вообще вот я сказала какую которая замерзла сильно и которую прям черные почернели они какие-то я оставлю на время посмотрю хорошо ли они будут быстро ли отрастать но естественно вот такие вот толстые у которых остались целые стебли у которых уже идут вот эти пасынки пошли они в рост их я оставлю хотя я их тоже могла бы заменить но так как они здесь уже укоренившиеся они взрослые они раннего посева они будут лучше чем те молодые которые я посажу на их замену все вот это про грядку сгоревшую на морозе у меня про моих замороженных вот этих придется убрать потому что сильно много большие повреждения ну стопроцентные можно сказать кроме стебля а демидов почти весь останется но демидов и здесь у нас на высоте ну конечно как такой стебель чтобы замерз это нужен какой мороз но у них кстати и листья я вот хоть и плохо так говорить о растениях что вот хорошо что они замерзли вот благодаря тому что вот эти растения замерзли вы хотя бы сможете увидеть я вам покажу как потом будет плодоносить замерзшая рассада через насколько она отстанет от той с одного же дня посева и вообще что с ними будет дальше у вас в этом году прекрасная возможность понаблюдать за всем этим все а я с сегодняшнего дня начинаю снова высаживать все и восстановительные работы я сразу скажу что вот эти растения я не буду ничем не опрыскивать ни эпином ничем ну тут какой эпин тут поможет если здесь даже нет листовых пластин сейчас что-то я буду менять что-то оставлю так тут они у меня на выживаемость и вообще я уже говорила же что это грядка ленивка где собираются все остатки которые в теплице не пригодились там выбрали в теплицу самые хорошие потом из этих оставшихся выбрали еще самые хорошие в открытый грунт я выбрала и вот все-все остатки у меня тут как это сток все что здесь осталось пошло сюда и еще из этих природа выбрала самые слабые отбраковала короче здесь останутся только те которые очень хотят жить которые хотят во что бы то ни стало нынче остаться у меня в огороде и дать мне хороший урожай надеюсь порадует меня все до свидания в начале не сказала с вами была Ольга Чернова моя огородная азбука сегодня 20 мая это сибирский регион Алтайский край это вот моя грядка ленивка которая пережила продолжительные минусовые температуры под одной агротканью номер 60 и оказалось что этого недостаточно но многие говорят что тут еще минусом минус хороший дало то что земля прикрытая тряпкой что она не влажность не тепло в морозные ночи не отдавала может быть и это потому что остальные все там выжили но там были все накрыты еще полиэтиленом я ссылки на предыдущие видео где я рассказывала все как я высаживаю когда я вам скину и можете посмотреть всю жизнь вот этих помидор и можете последить за моими видео предыдущие последующая жизнь какая у них будет какие я заменю буду когда высаживать новые я покажу и что будет из этих замороженных моих томатов это очень интересно я бы например не отказалась если бы раньше когда у меня такой вот грядки замороженного не было кто-то показал бы у меня раньше был петруша но было всего три по моему или четыре куста которые замерзали они замерзали вот так вот прям вот так вот не обрезала ничего не делала обросли и дали отличный урожай прям постарались ну все до свидания